А давай Доктора Стоуна. А может так же про Доктора Стоуна? Кстати, а ты не видел? Там аниме есть Доктор Стоун. Кстати, в Докторе Стоуне что-то похожее было. А можешь его так же разобрать? Слушай, а может разберёшь Доктор Стоуна? А там вот в Докторе Стоуне, а там Доктор Стоун, Доктор Стоун, Доктор Стоун, Доктор Стоун, Доктор Стоун, Доктор Стоун. Это не я. Вы сами просили. Поэтому сегодня Доктор Стоун. Чуть-чуть сюжета для тех, кто вообще не шарит в этом аниме. Короче, есть Япония, живёт себе, хорошо поживает. И тут в один прекрасный день появляется какой-то волшебный зелёный луч, который охватывает всю планету и все люди превращаются в камень. В этом самом состоянии камня они проводят 3000 лет, а потом каким-то образом, не буду спойлерить каким, если вы хотите посмотреть это аниме, несколько людей из этого состояния выходят. И после того, как они вышли из этого состояния, они понимают, что блин, прошло нереальное количество времени, цивилизации давным-давно нет, и им приходится делать всё с нуля, чтобы эту самую цивилизацию возродить. И главный герой этого аниме, вокруг которого строится весь сюжет, это Сенку Исигами. Он у нас гениальный химик, немножко физик, немножко астроном, ещё чуть-чуть математик, геолог и всё в таком духе, то есть просто крутой чел, который знает и умеет много всего. И значится, после своего пробуждения пошёл Сенку направо, потом пошёл налево, тут изобрёл, там изобрёл, потом пошёл вперёд, там тоже чё-то изобрёл, и в итоге набрёл на деревню. Как он нашёл деревню и почему именно там есть эта деревня, это в общем-то тоже совершенно неважно, спасаю вас от спойлеров, если хотите, сами посмотрите. Но наш главный герой понимает, что жители этой деревни могут помочь ему сделать идеальную научную цивилизацию, как он и хочет. Эти жители ничего не знают, зато очень хорошо умеют работать. Но просто так их заставить работать, конечно, не получится, потому что, блин, кто ты такой, Сенку? Ты только что к нам пришёл и говоришь, пойдёмте чё-то там смешивать, чё-то делать, я вас сейчас всему научу. Так что же тогда делать? Но тут вдруг оказывается, что у вождя этой деревни есть дочь, которая является жрицей. Ну, короче, важная такая бабёха, которая знает много информации, ну, типа такой учебник по истории. И, значит, эта бабёха очень сильно больна, но никто не знает, чем она больна. И, естественно, никто не знает, как её лечить. И Сенку понимает, что если он эту жрицу вылечит, то, соответственно, заслужит доверие жителей деревни. А если он его заслужит, то жители деревни ему помогут с построением нового мира. Итак, цели ясны, выводы сделаны, мотивация Сенку понятна. А мне остаётся только сказать, привет, поехали. Что же, давайте посмотрим, что попытается сделать Сенку для того, чтобы вылечить жрицу и создать царство науки его мечты. Для создания научного царства нам понадобятся антибиотики. Это чудо-препарат, который убивает бактерии, заразившие человека. Антибиотики спасли сотни миллионов жизней с тех пор, как были созданы в начале 20 века. Есть два способа изготовить такое лекарство. Можно создать пенициллин из биологических существ или получить сульфаниламида из камней. Создание сульфаниламида из камня требует огромного усердия и силы. Но зато с 10-миллиардно-процентной вероятностью мы найдём нужные ингредиенты. Тогда наш путь очевиден! И на этом моменте Сенку выбирает процесс создания сульфаниламида из камней. Вообще, как он и сказал, у него была альтернатива, это получить пенициллин из плесени. И, к слову, это абсолютно правильный выбор. Тут дело в том, что найти-то плесень не проблема, и вырастить её тоже не проблема, и как бы условно да, вот на этом моменте получен пенициллин. Но проблема в том, что просто так кушать плесень опасно. Она тактична и вообще, типа, людей убивает. А отделить пенициллин от плесени в условиях, как бы, каменного века довольно трудно. Причём трудно потому, что сам по себе в чистом виде пенициллин очень быстро разрушается в кислой среде. И просто так его нельзя взять и принять. Поэтому пенициллин сначала добывают из банки, где, так скажем, в питательной среде плавала плесень. Причём, чтобы очистить его от всяких ненужных примесей, проводят процесс экстракции с бутилоцетатом и амилоцетатом. А это растворители, которые не так уж и просто создать. Так ещё, помимо этого, сам пенициллин потом переводят в вид калийной соли. Для того, чтобы он был более устойчивым и не распадался сразу же в организме. А этот процесс в условиях каменного века, по сути, неосуществим. И к нему бы Сенку шёл долгие, ну, может быть, не тысячелетия, но десятки лет точно. Поэтому считаю, в данном случае его выбор полностью правильным и действительно будет легче создать антибиотики на основе сульфаниламида. Ну, давайте взглянем на тот путь, который предлагает Сенку. Итак, мы берём анилин и добавляем в него уксусный ангидрид. На выходе получаем ацетанилид. К ацетанилиду добавляем хлорсульфоновую кислоту. В этой реакции получаем в продуктах 4 ацетамидобензенсульфанилхлорид. К этому продукту добавляем аммиак и получаем 4 амидобензенсульфанамид. Далее к этому веществу мы добавляем соляную кислоту и получаем дигидрохлоридсульфаниламида, который затем переводим в состояние обычного сульфаниламида, используя реакцию нейтрализации при участии гидрокарбоната натрия. Итого нам понадобится анилин, уксусный ангидрид, хлорсульфоновая кислота, аммиак, соляная кислота и гидрокарбонат натрия, он же пищевая сода. Углубляться в то, откуда Сенку добыл все необходимые ресурсы, где он раздобыл стекло, как он получил необходимые реактивы, мы особо не будем, так как пытаемся разобраться именно в самом процессе синтеза лекарства. Ну а если мы ещё будем разбираться, где, как и что Сенку добыл, этот ролик вообще будет бесконечным. У нас есть почти всё, что нужно. Все необходимые материалы мы получили. Осталось только пройти по оставшимся полям карты и пооткрывать их одно за другим. Чем мы сейчас и займёмся? Пора нам вовсю похимичить! Обещаю, что будет здорово! Для начала серную кислоту доводим до кипения и добавляем соль. Это колба с капельной воронкой. Она поглощает газ, который выделяется при реакции соли и серной кислоты. Теперь у нас есть соляная кислота. Соляная? Соляная! 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 Да-да-да, соляная. А меня зовут Репич, и я проверю, как это работает на самом деле. Итак, что нам нужно сделать для того, чтобы из ингредиентов, которые есть у Сенку, получить соляную кислоту? Берём и подрубаем нагрев. Роль нагрева у нас будет выполнять спиртовочка. Ставим сверху колбу. В колбу, соответственно, добавляем серную кислоту и пищевую соль. То же самое, что и хлорид натрия. Хорошенечко всё это дело прогреваем. Прогреваем очень долго и... Пуф! Но чтобы не было вот этого вот самого пуф, мы заранее позаботились и прикрепили сюда газоотводную трубку. К концу этой трубки прикрепляем колбу, в которую наливаем чистую водичку. И да, таким образом можно действительно получить раствор соляной кислоты. С одним только нюансиком, что серная кислота, которую мы изначально берём, должна быть концентрированная. Но, насколько я понял по лору аниме, вроде как у Сенка действительно есть концентрированная серная кислота, которую он добыл из горячих источников. И как бы условно, ну да, это реально. И даже если бы там была неконцентрированная серная кислота, то сконцентрировать её плюс-минус нормально, в общем-то, у Сенку бы получилось. Поэтому всё окей, ползём дальше. Дальше, гейзерит, собранный на озере. Любимый сувенир туристов с горячих источников. Нужно его вскипятить и добавить в соляную кислоту. Теперь у нас есть хлорсульфоновая кислота. Хлорсульфоновая? Хлорсульфоновая? Кислота. Хлорсульфоновая? Какая-какая? Кислота. Хлорсульфоновая? Ааа. Кислота. Хлорсульфоновая? Ну всё, понял. Хлорсульфоновая. Ладненько, чё там с этой хлорсульфоновой кислотой? А тут, честно говоря, Сенку реально делает гениальный ход. Он берёт гейзерит, который сам по себе вообще ничего из себя не представляет. По химическому составу это точно такой же камешек, как и условно песок. Но при этом гейзерит обладает одним очень интересным свойством. Он пористый. И насколько я понял, опять же, по лору аниме, хотя там об этом особо не говорится, но по крайней мере с химической точки зрения это логично. Сенку вымачивает гейзерит в серной кислоте, таким образом, чтобы он впитал как можно больше этой кислоты. А затем уже добавляет его в реакционную колбу. В которой уже находится заранее полученная нами... Соляная? ...кислота. Затем, как и в аниме, к этой колбе подрубаем обратный холодильник и очень долго её греем. Таким образом, у нас начинает образовываться вещество, оно поднимается вверх, в холодильнике охлаждается и спускается в виде жидкости. Это и будет хлорсульфоновая кислота. Ну или, как скажет маэстро... Хлорсульфоновая... ...кислота. Таким образом, мы имеем уже два из необходимых шести ингредиентов. И с некоторыми оговорками, да, это возможно. Кстати, вот вам один эксклюзивный факт о химии, который практически никто не знает. За свои 8 лет изучения химии я понял, что это, пожалуй, самое неинтуитивное из базовых наук. Вот взять, к примеру, физику. Базовые законы физики мы понимаем с самого рождения. Что будет, если взять какой-то тяжёлый предмет и отпустить? Очевидно, что он упадёт. А в химии всё не так. Что будет, если взять оксид натрия и бросить его в воду? Да кто его знает, вряд ли много кто сможет ответить на этот вопрос. При этом всём, химией мы с вами пользуемся буквально каждый день, когда готовим завтрак, когда чистим зубы. И даже, когда в кого-то влюбляемся. Из-за такой особенности химии, многим она очень сложна для изучения. При этом, конечно же, знания данной науки позволяют взглянуть на мир по-новому и не только объяснить разные его явления, но и сделать свою жизнь гораздо проще, начиная от уборки дома и приготовления еды, и заканчивая правильным приёмом лекарств. Именно по этой причине химия считается базовой наукой. Но, к сожалению, на уроках обычно школьные учителя не раскрывают все прелести химии. Вместо этого, они просто заставляют детей что-то очень долго и монотонно учить. Из-за чего, для многих химия так и остаётся чем-то непонятным и очень скучным. Я при этом, на занятиях со своими учениками, всегда им объясняю, зачем нужна эта наука и где в быту её можно применить. Те, кто занимается со мной подготовкой КГ по химии, ЕГ по химии или готовится к поступлению в преднаверсарий, зачастую сдают экзамены на очень высокие баллы. Но не за счёт того, что они просто выучили всю необходимую информацию или зазубрили ответы к экзамену, а за счёт того, что они получили наиболее полные и комплексные знания в рамках этой науки, которые ученики применяют не только во время экзамена, но и в своей повседневной жизни. А ознакомиться с моим объявлением и записаться на занятия, вы можете по ссылке на Авито, которая находится в описании к ролику. Теперь добудем аммиак. Вперёд! Аммиак? Мы получили аммиак. Вы не получили аммиак. На деле в моче содержится мочевина, а не аммиак. И аммиак ещё предстоит получить. Этот момент в аниме опускается, но мы о нём поговорим. Процесс, в общем-то, несложный и чем-то похож на процесс получения соляной кислоты. Поджигаем спиртовку, ставим сверху колбу газоотводную трубку, ещё одну колбу на конец этой трубки, долго-долго греем мочу, тадам! У нас есть раствор аммиака. Тут, в общем-то, всё дело в том, что мочевина как раз-таки и разлагается на газообразный аммиак, который мы улавливаем в колбу. Ну, а в изначальной колбе у нас остаются разные продукты распада, там, в общем, чёрт ногу сломит, чё остаётся. Но, как бы, это вполне возможно, и можно допустить, что в этом аниме также был получен аммиак. Просто нам не показали. Ну, условно. Поэтому, тадам! Третий ингредиент из шести у нас тоже есть. Это аммиак. Отлично! Почти всё готово! Мы почти у цели. Осталось три химиката. Уксусный ангидрид, гидрокарбонат натрия и анилий. Это похоже на какое-то заклинание. Уксусный ангидрид. Для каждого из них нам потребуется спирт. Другими словами, осталось раздобыть только его. И мы, наконец, получим сульфаниламидное лекарство. Сэнку получает алкоголь и уксус от жителей деревни. Ну, и как бы, понятно, что это возможно, потому что ещё с древних времён люди знают процессы брожения, и даже в Древней Греции спокойно получали, что спирт, что вино, что уксус. Это всё в порядке вещей. Но я не очень понял фразу, может быть, это косяк переводчиков, о том, что для получения трёх остальных ингредиентов, которые нам остались, это анилин, уксусный ангидрид и пищевая сода, нам понадобится этот самый спирт. На деле, как вы дальше увидите, ни для одного из этих ингредиентов нам спирт не понадобится. Может быть, Сэнку его использует вместо воды, как растворитель в какой-то из реакций, но мы об этом не знаем и об этом в сериале не говорится. Поэтому, как вариант, Сэнку просто хотел немножко побухать. Осталось только собрать всё вместе, и мы закончили. К завтрашнему дню наше лекарство будет готово. Завтра! Занимательная сульфаниламита. Шаг первый. Во-первых, мы добавим уголь. К тому же нам не просто уголь нужен, а каменно-угольная смола. Смешаем с соляной кислотой, добавим оцелад, полученный из алкоголя и уксуса, и у нас есть анилин. И тут Сэнку тоже не врет. Да, действительно, из каменно-угольной смолы получается огромное количество соединений. Сама она образуется в процессе горения угля. Когда из угля при горении вылетают разные частички, осаждаются на стенках печи, как здесь было показано. И, собственно, вот в этой чёрной пахнущей массе можно найти много чего. Ну, например, там разные криозоты, бензолы, тылуолы, нафталине, но главное это да, в ней можно найти анилин. Более того, впервые анилин был получен именно из каменно-угольной смолы. А вот в процессе синтеза, который описывается Сэнку, явно какой-то косяк, и я больше склоняюсь к тому, что это косяк переводчиков. Потому что здесь используются химические термины, которые не употребляются в русском языке, это скорее английские термины. Как, например, слово «оцелад», которое они получили из смеси спирта и уксуса. Вообще нет такого термина в русском языке «оцелад», и я склоняюсь к тому, что это сложный эфир из спирта и уксуса. То есть этилоцетат, но кто его знает. Из-за этого процесс синтеза анилина выглядит довольно сумбурно, и, честно говоря, не очень понятно, что Сэнку делает. Но мы посмотрим на реальный метод, который можно было бы применить. Итак, берем колбу, добавляем туда каменно-угольную смолу, а затем заливаем ее соляной кислотой. На выходе мы получаем анилин, но только в виде гидрохлорида, который еще желательно как-то добыть. Гидрохлорид анилина – соединение растворимое, поэтому мы аккуратненько переливаем водичку, которая у нас попала в колбу вместе с соляной кислотой, а затем в эту водичку добавляем большое количество раствора аммиака. Тем самым переводим анилин из формы соли в форму обычного амина. Сам по себе анилин в воде не растворим, поэтому он образует тонкую пленку на ее поверхности, которую мы аккуратно забираем пипеткой, и... тадам! У нас есть четвертый ингредиент – анилин. Если придерживаться плюс-минус такой схемы, то да, Сэнку мог получить анилин в условиях каменного века. Это первый шаг? Сколько таких шагов нам нужно сделать до завтра? Ну, где-то 25, я думаю. Эх, много. Добавили уксус в емкости, получили уксусную кислоту при помощи серной и превратили ее в кетен, чтобы получить уксусный ангидрид. Ааа, вот как! Нет, не так. Я так понимаю, у Сэнку была плюс-минус такая идея. Опять же, в аниме об этом не говорится, но мы себе это представим, потому что других объяснений я не вижу. Итак, изначально он взял раствор уксусной кислоты, которым с ним поделились жители деревни, и перегнал его, чтобы получить чистую уксусную кислоту. На самом деле, прям чистую уксусную он никогда не получит, так как всегда будет вместе с уксусной кислотой отгоняться немножечко воды. Потому что уксусная кислота с водой при определенной концентрации образует азиотропную смесь. Это смесь, которую нельзя разделить, просто перегнав уксусную кислоту. Но затем Сэнку в этот концентрированный раствор уксусной кислоты добавляет еще и серную, чтобы она забрала воду, а потом из уксусной получает кетен. Но есть одна проблема. Чтобы получить кетен, нужны очень сложные катализаторы. О наличии этих веществ в сериале ничего не говорится, и просто так Сэнку их бы не смог найти в природе. Соответственно, тут точно нет. Невозможно таким образом получить уксусный ангидрит. С другой стороны, и не нужно, так как Сэнку мог просто начать перегонять уксусную кислоту вместе с серной, собрав вот такую сложную установку с дефлегматором, короче, со штукой, которая позволяет правильно перегонять. Если в конечную, так сказать, колбу добавить еще сухой сульфат магния, а его вполне можно найти в природе, это минерал, который называется кизерит, то отгоняемый нами при определенной температуре уксусный ангидрит будет туда попадать, не будет смешиваться с водой, потому что сухой сульфат магния как раз таки и связывает всю возможную воду. И, соответственно, не будет разрушаться, а будет сохраняться как он есть. Та-дам! Еще один инди-гредиент готов. Отлично! Эх, пахнет как в бассейне! Электролиз воды с помощью электричества! Теперь у нас есть гидроксид натрия! Ну, а тут, в общем-то, соглашусь. Да, так можно получить гидроксид натрия вполне себе, даже в домашних условиях. Берем какую-то емкость, добавляем туда обычную пищевую соль и заливаем водой. Затем берем мощный источник тока, обязательно добавляем перегородочку, скажу, зачем она чуть позже, и делаем электрический бумс. Готово! У нас есть гидроксид натрия. А насчет перегородочки? Ну, если на пальцах, дело в том, что без нее в процессе электролиза образуется хлорка. Такие вот дела. Такая вот химия. И это же... Получена газированная вода. Наконец газированная вода! Мешаем с гидроксидом натрия и получим пищевую соду! Итак, с помощью физических изысканий, которые к этому ролику никакого отношения не имеют, Сэнку получил газированную воду. И действительно, используя гидроксид натрия и газированную воду, можно получить пищевую соду. Тут только один нюанс, что добавлять гидроксид натрия нужно очень осторожно, потому что если с ним переборщить, то вместо пищевой соды получится просто карбонат натрия. А это уже совсем другое вещество. И на этом моменте последний из шести ингредиентов нами добыт? Да, это возможно. С небольшими оговорками, которые мы делали, но в целом, возможно. Биотехнологическое образование помогает мне создавать уникальный контент с увлекательными научными фактами и экспериментами по химии и биологии. При этом, в моём телеграм-канале публикуется ещё больше интересных и актуальных материалов. Обязательно присоединяйтесь. Там же находятся и час подписчиками, в котором мы просто дружески общаемся на разные темы, включая, конечно же, химию и биологию. Ссылочку вы найдёте в описании к ролику. А потом я добавил уксусный ангидрид в ванилин. Но вылил слишком много и... БАБАХ! А вот если Сэнку вылил бы не слишком много, а нормальное количество, как я подозреваю, он потом и сделал, то тогда из анилина он действительно получил бы ацетанилит. А это первый шажочек на пути к антибиотику. Смешай хлорсульфоновую кислоту и ацетанилит, и получишь парацетамидобензосульфанилхлорид. Добавь аммиак, и получишь парацетамидобензосульфаниловую кислоту. Сварив соляной кислоте, и получишь это. Всё, что сейчас сказал Сэнку, действительно так работает. И эти шаги мы обсуждали как раз-таки в начале ролика. Это, собственно, второй, третий и четвёртый шаг, в результате которого мы получаем дигидрохлорид сульфаниламида. То есть практически финальное соединение. Шаг 25. Нам нужно смешать эту штуку с пищевой содой. И остаётся только ждать. У Сэнку это шаг под номером 25. Я, честно говоря, не считал. Наверное, если сложить все те процессы, которые мы делали до этого, там и вполне себе накопится 25 шагов. Особенно учитывая то, что Сэнку до этого собирал машину по производству электричества, машину, которая газирует воду, и всё в таком духе. Но в нашей схеме это шаг номер 5. Собственно, добавление гидрокарбоната натрия, или же пищевой соды, к соли сульфаниламида. И таким образом, да, мы получаем его. Тот самый антибиотик. Сульфаниламид готов. Сульфаниламид. Другими словами... Лекарство от всех болезней! Наконец готово! Не стоит её недооценивать. Болезнь, убившую сотни миллионов людей. Вот только... Сульфаниламиды уничтожают бактерии пневмонии! Мы победили! Наука человечества победила! Итак, подведём небольшой итог. Ну, конечно, то, что сульфаниламиды являются лекарством против всех болезней, это в корне неверно. Но в рамках мира каменного века это лекарство будет очень и очень полезным и действительно позволит вылечивать огромное количество бактериальных болезней. Ну, а главный вопрос, который вы задавали, возможно ли в тех условиях, в которых оказался Сенку, взять и сделать настолько прогрессивное лекарство? Если мы опустим разные скучные моменты, ну, вроде тех, что используемые изначально вещества, то есть реагенты, должны быть чистые, то есть их нужно очищать. Промежуточные вещества, которые мы получали, также нужно очищать, да ещё и желательно концентрировать. Полученный сульфаниламид, естественно, тоже требуется в очистке и в правильном концентрировании. И все эти процессы очистки, они всегда самые долгие, максимально трудозатратные, энергоёмкие. Там используется куча разных методов, от простых перегонок, экстракций, вымораживаний до более сложных хроматографических методов. Но условно, если ты трудолюбив, у тебя много знаний, много опыта, огромное терпение, то да, ты спокойно можешь сделать такой антибиотик. В условиях каменного века это будет невероятно сложно, но при этом вполне себе возможно. И Сенку на своём пути всё делал правильно, чётко и верно. И именно поэтому он и получил сульфаниламид, который в итоге помог спасти жрицу. Ну а я в свою очередь, реально выражаю огромный респект создателям этого аниме. Потому что они показали химию такой, какая она есть, при этом не упуская какие-либо сложные моменты. А с тобой на связи был Репич. До скорого. Не забывай, где ты нибудь, любимый мой, близко, далеко, любовь не меня. Не забывай, в самый солнечный день, ночью, в самый глубокий, любовь не меня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова